Приветствую вас, мне кажется, что имеет смысл для начала вам сформулировать свой, даже не вопрос, а свою цель, что вы хотите от психологов, конкретно, для чего конкретно вы хотите от психологов. Для чего вы фотографию свою приложили к тексту вопроса? Не очень понятно. Что вы хотите, тоже не очень понятно. Вы говорите, помогите мне, дайте мне совет, что делать в этой ситуации. Светлана, поймите, психологи советов не дают. Мы не даем советов, мы психологи. Мы помогаем людям разобраться в себе. Мы помогаем людям исследовать себя и свои чувства, свои эмоции. Вот. Но психологи не дают советов. Поэтому, если вы хотите советы, то я боюсь, что вы ошиблись немножечко разделом. Вот. Это то, что касается непосредственно советов. То, что касается ситуации, то я вам отвечу, исходя из своего опыта, как психолога, опыта психологического консультирования, и опыта, и исходя из знаний, опять же, исходя из профессиональной психотерапии. Психотерапии. Психотерапия. Психотерапия заключается в следующем. Психотерапия. 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 Как бы вам неприятно слышать подобные вещи, но, тем не менее, это с точки зрения психологии, с точки зрения профессиональной психологии, именно так. Если мужчина сразу не уходит от своей женщины, когда встречает другую, от своей женщины, когда встречает другую, то это означает, что он от нее и не уйдет. Его условия, которые он выдвигает вам, условия, что родишь мне, ребёнка я уйду, напоминает что угодно, кроме только самой любви. То есть, опять же, те, кто, те, кто любят, не ставят условий. Понимаете? Вот. И вам очень нужно это принять. Я понимаю, что это нелегко. трудно. Но если вы хотите быть счастливой, то ответственность Твоё счастье. Понимаете? 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 Твоё счастье вы. За своё счастье ответственны вы, а не кто-то другой. Поэтому вот, на мой взгляд, что вам нужно сделать. Вот. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать. А если мы говорим о детях, то дети ни в коем случае не могут быть самоцелью. Дети ни в коем случае не могут быть самоцелью, потому что дети могут оправдать и не оправдать надежд, которые возлагают на них родители. Поэтому не нужно на детей возлагать то, что хочется, к примеру, именно вам. Если вы сами чего-то хотите для себя, то реализовывать это нужно самостоятельно. Вот. А дальше, значит, что касается двух семей. Я боюсь, что здесь у вас имеет место быть серьезная проблема с самооценкой, потому что вы позволяете воспринимать его мужчине воспринимать себя, то есть вас, как не единственную женщину. Вот. то есть вы, вы как бы, как бы транслируете ему, что я, я потерплю, я приму, если ты будешь не со мной. Ну, ну, не только, не только со мной. То есть я, мне, конечно, неприятно, что ты будешь не только, не только со мной. Но я это призыву. Вот. То есть такое ощущение, что вы поверили мужчине, что он вас любит так сильно, только потому, что вам не хватает любви к себе. Вот. А можно из-за комплексов, которые, которые у вас имеются относительно, относительно детей. То есть вот, что вы не можете иметь детей, хотя одного ребенка вы родили. Вот. Зачем вам еще ребенок? для меня, если честно, не очень понятно. Тем более от мужчины, которого, который, в общем-то, не вызывает доверия. Да. Вот. То есть здесь, конечно, нужно исследовать эту ситуацию и, возможно, помогать вам во всем этом разбираться. Вот. Но в целом абсолютно недопустимо, что вы позволяете мужчине ставить вас не на, ну, первое место. Вот. Потому что если вы себя не ставите на первое место сами, то и мужчина на первое место ставить вас так же не будет. Ну, просто потому что, просто потому что, зачем, откуда возьмется у него эта позиция. Да. Вот. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Так. Что еще? Вы пишете, что я не люблю. Так. Совести меня берете. Не могу уйти от детей. Это чувство вины. Он им вредит, чем ты находишься с якобы нелюбимой женщиной. Еще больше. Еще больше. Вот. Значит так. Я была замужем. Мужчина умер. Есть второго сильных. Второго хочу. Для чего вы хотите второго сына? Почему именно сына? То есть, как бы, он вроде дочь хочет. То есть, тут как бы, устало тяжело делить мужчину на две семьи. Так. А почему вы это делаете? Ветлана. Вас никто не представляет. Я знаю, что она не любит. Женщины любят деток. Так какая разница, любит он ее или нет. Так какая разница, любит он детей или нет. Вы свою жизнь живете в холосту и посыти. А если он действительно любит меня и хочет верить в вас. Если бы действительно любил, он был с вами. Хочет верить. А для чего? Для чего? Для чего он хочет, чтобы вы родили сына? Понимаете? То есть, у вас слишком много завязанного обоих на детях. Такое ощущение, что вы про себя забыли. Вот. Про себя. Ну, вы сами про себя оба забыли. О себе вы сами как будто бы не заботитесь. Ну, на это тоже стоит обратить внимание. Отдалиться пока немножечко от детей. И именно вот в этом направлении поработать. На этом все, Светлана. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.